Такой болезни, как рак, строго говоря, не существует. Этим термином описывают более 200 заболеваний, при которых обычная клетка начинает ненормально размножаться, формирует быстро растущую опухоль и может заражать соседние органы. Куда ползет рак, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Это программа «Звоните доктору». Доктор уже в студии. Сегодня с нами Андрей Орлов, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера. Добрый вечер. Все о раке вы сможете узнать по номеру телефона 202-11-22. Звоните к нам в студию. В течение 30 минут вы можете задавать свои вопросы. Андрей Евгеньевич, так куда все-таки ползет рак? Меняется ли как-то онкоздоровье наших сограждан год от года? К сожалению, если мы говорим о самой патологии, патология с каждым годом увеличивается. У нас на самом деле растет заболеваемость раком от года в год. Эта цифра только увеличивается. Если мы говорим по итогам 2019 года, ну можно взять полугодие 2020 года, то заболеваемость рака составляет 526 случаев на 100 тысяч населения. Это выше среднероссийского. И с каждым годом эта цифра только увеличивается, но не нужно этого бояться каждый раз. И постоянно мы об этом говорим. Потому что рак – это удел пожилых. И чем дольше мы живем, тем выше, увы, риск заболеть раком, потому что накапливаются патологические гены. Всегда привожу статистику зарубежных стран. Германия, как пример для нас. Там заболеваемость раком уже в 2013 году была порядка 560 случаев на 100 тысяч населения. Поэтому это процесс естественный. То есть раком заболевают те, кто до рака доживает тот, кто не умер от инфаркта и инсульта. От инфаркта, от инсульта. Совершенно верно. Наш академик, наш один из главных онкологов России в свое время, Михаил Иванович Давыдов, говорил, что каждый доживет до своего рака. Как бы это цинично, увы, не звучало, но я еще раз говорю, не нужно этого бояться. Ну страшно же, Андрей Евгеньевич. Это страшно. Но на самом деле с этим можно справиться. Если мы выявляем рак на ранних стадиях, то в зависимости от той или иной локализации 95% мы его можем легко победить. Мы можем с них справиться. И на сегодняшний день все технологии, которые есть, они на самом деле позволяют нам в большинстве случаев выявлять, не при всех локализациях, но в большинстве случаев выявлять рак на ранних стадиях, а соответственно излечиться от него. Вы меня простите, я тогда сейчас вас буквально перебью, потому что готовилась к программе и прочитала заявление одного из ведущих российских медиков, который пишет, что бессмысленно тратить время и деньги на разработку молекулярных методов ранней диагностики. Они не дают ничего, кроме невротических состояний, связанных со стрессом по поводу несуществующей болезни. То есть, я так поняла, что ранняя диагностика это не... Вот в этих словах, опять-таки, в какой-то степени это, по всей видимости, не все интервью, не все слова этого специалиста, конечно. И, как мы всегда говорим, несколько вырвано из контекста. Ранняя диагностика на сегодняшний день основных локализаций, которые определяют основную группу смертности, а в структуре смертности у нас лидирует рак толстой прямой кишки, у нас лидирует рак желудка, у нас лидирует рак молочной железы, предстательная железа. Увы, первую позицию на сегодняшний день занимает это рак легкого, но по основным локализациям это рак кишечника, это молочная железа, это предстательная железа, это шейка матки. У нас есть доступные, общепризнанные скрининги, которые общеприняты во всем мире, мы привыкли все время смотреть в их сторону. И они на самом деле работают, они дают свой эффект. У нас в Российской Федерации они включены в программу всеобщей диспансеризации. Пожалуйста, ими можно и нужно пользоваться. И когда мы выявляем при раке молочной железы на первой-второй стадии, доля выживания составляет свыше 995%. Именно на ранних стадиях. Это очень большая цифра на самом деле. Хотя рак молочной железы, он коварен, он меняет свою форму, он меняет свою структуру. И вот для этого как раз, для того, чтобы понять, насколько опухоль чувствительна, тропна к тому или иному препарату, у нас и используются молекулярно-генетические методы диагностики, позволяющие применять тот или иной препарат. Да, у нас был период времени, когда мы все хотели сдать кровь на маркеры и выявить рак. Недостоверны эти методы, они доказаны. Их используют и по сей день, но они нужны только с одной целью, чтобы в первую очередь уже подтвердить ту или иную патологию, уже понять, насколько процесс зашел глубоко. И если есть прогрессия при лечении, насколько эта прогрессия течет. Поэтому каждый метод должен назначаться только тогда, когда назначает ему врач-специалист. Я вас спросила о том, как меняется наше онкоздоровье. Вы сказали, что оно меняется пока что в худшую сторону. Оно меняется в естественную сторону. Я знала, что вы скажете, что я выхватила из контекста. Так вот, я о новых угрозах еще хотела вас спросить. Вот, например, недавно депутат Госдумы предложили удалить из школ Wi-Fi, поскольку это опасно для здоровья. Но ведь Wi-Fi есть везде, он есть в транспорте, он есть, наверное, у вас в стационаре. Конечно. То есть, вот какие новые угрозы в связи с развитием технического прогресса еще нам страшны? Очень много то, что мы связываем с внешней угрозой, это на самом деле так. Но если мы говорим о Wi-Fi, пока нет доказательной базы, насколько он у нас вреден. Тем не менее, электромагнитные волны окружают нас везде. Но основную долю процессов, которые запускают безудержное деление клеток, которые ломают наши гены в течение нашей жизни, это, увы, образ жизни. Это, в первую очередь, курение, это, в первую очередь, избыточный вес, связанный с нашим непомерным питанием, когда, увы, мы употребляем большое количество белков, и, в первую очередь, красных белков, белков красного мяса. Это неподвижный наш образ жизни. Увы, все это приводит к тому, что запускаются внутренние процессы контроля, которые провоцируют бесконтрольное деление клеток, извините за масло-масляное. Увы, это так. Поэтому основная проблема – это внутри нас самих. Насколько мы все-таки будем слышать себя, слушать себя, прислушиваться к своему организму и не допускать тех излишеств, которые нас окружают, которые нам доступны сегодня. А доступны нам очень многое излишеств. – 202-11-22 – это телефон для звонков в студию. У нас сегодня главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. И вы тоже можете присоединяться к нашему разговору и задавать свои вопросы. Андрей Евгеньевич, два года прошло примерно с того момента, когда президент заявил о необходимости усилить, реализовать общенациональную программу по борьбе с онкозаболеваниями. И вот и региональная программа борьба с онкозаболеваниями, и в целом нацпроект, они уже принесли за это время какую-то пользу. На самом деле. И это подтверждается цифрами. Во-первых, это определенная победа онкологов. Потому что когда на уровне президента, а в большинстве стран, именно даже европейские, опять-таки, стран, именно подобные программы применяются, или на уровне правительства, в первую очередь, за редким исключением, на уровне президента. У нас это было принято на уровне президента. Соответственно, это высокое понимание властью, что это высокое социальное значение этого заболевания. Президент вас услышал. Конечно, он услышал. К этому шли долгие пять лет, прежде чем программа была принята. Мы занимались, в том числе, Самарская область входила в рабочие группы, которая занималась разработкой данной программы. И это дает свои плоды. Во-первых, идет оснащение новым современным оборудованием. Андрей Евгеньевич, пока не начали об оборудовании, давайте примем звонок. Конечно. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотела бы узнать, в интернете прочитала, что скоро будет функционировать САОП в городе Штырных. Хотела бы в связи с этим узнать, в каком порядке обращения. Можно ли обратиться самостоятельно, либо нужно направление? Спасибо. Значит, центр амбулаторно-онкологической помощи будет открыт на базе центральной городской больницы. Необходимо направление от врача поликлиники по месту жительства. Да, мы про реализацию нацпроекта здравоохранения. Если мы говорим о самом нацпроекте, то есть мы начали с оборудования. Да. Это одно из мероприятий всего. Мероприятий пять. И первое из них, основное, я считаю, это формирование общественного мнения, понимание среди жителей, насколько важно бережно относиться к своему здоровью. Поэтому это одно из тех мероприятий. Интересно, а как вы оцениваете, оцените этот результат? Увы, мы не сможем оценить. Да, у нас есть, конечно, цифры охват населения, доля выхода информационных сообщений. Но сможем мы это оценить только через 5-10 лет, когда поймем, как на ранних стадиях активно, а активно это люди, когда самостоятельно обращаются к врачу без каких-либо жалоб, и идет выявление той или иной патологии. Поэтому это долгосрочные, перспективные показатели. Да, но тем не менее, он на самом деле очень важен. Потому что я уже сказал, что основная задача онколога, в первую очередь, не просто вылечить пациента, а организовать помощь таким образом совместно с терапевтами, совместно с первичным звеном, чтобы мы смогли выявлять на ранних стадиях. И если мы говорим о нацпроекте, то второе мероприятие – это финансирование противоопухолевой терапии за счет средств обязательного медицинского страхования. На самом деле у нас с прошлого года появилась доступность, возможность использовать в том числе иммунологические препараты. Это один из, так скажем, на сегодняшний день высших ступеней оказания лекарственной терапии пациентам с онкологическими заболеваниями. Это те препараты, которым японцы получили Нобелевскую премию буквально там 4-5 лет назад, открыв влияние данных препаратов на иммунологическую систему и возможность торможения деления опухолевых клеток. То есть этими препаратами будем лечиться полностью? Мы уже лечим. Мы уже лечим с прошлого года. Мы назначаем их в этом году. Да, к ним очень жесткие, серьезные требования и показания. Опять-таки, после проведения всевозможных исследований, в том числе молекулярно-генетических, когда выявляется чувствительность конкретной опухоли к конкретному препарату. У нас некраса безобидных препаратов-то и нет. Давайте звонок примем. Да, хорошо. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Анастасия Евгеньевич, хотелось бы задать вам такой вопрос. Имею, к сожалению, печальный опыт пятилетнего лечения в вашем центре. И знаете, при лечении столкнулись с такой проблемой, что каждый врач, ведущий, или это химиотерапевтическое отделение, или это операционный блок, или это лучевой астропия, отвечает только за определенный блок, который выполняет лечение данного пациента. Можно ли было бы как-то, знаете, наладить работу так, чтобы врач первичный, 12-го, брал больного и ввел его до конца? Потому что часто бывает так, что после, допустим, лучевой терапии или химиотерапевтического отделения больной вынужден идти уже к совершенно другому врачу, который назначает дальнейшее его лечение. Как-то можно было бы организовать так, чтобы больного ввел один врач. Сначала и до конца лечения. Спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле он важен. На самом деле эта проблема существует, и поэтому на сегодняшний день перестраивается работа таким образом, чтобы пациенты, кто долго лечится, у кого меняются схемы, план лечения, выработка всего плана лечения была только комиссионная. Потому что, да, медицина развивается таким образом, что есть врачи-радиотерапевты, которые отвечают за свой раздел работы, врачи-химиотерапевты, онкологи-химиотерапевты, которые отвечают только за лекарственную терапию. Но есть сопряженная ситуация, когда необходимо объединение этих усилий. Врачи-поликлиники закреплены за определенными пациентами, но они уходят в отпуск, они болеют, они меняются, они увольняются, поэтому есть определенная кадровая динамика. Поэтому и на сегодняшний день принято решение, что именно подобных пациентов вести только комиссионно, чтобы была возможность обсуждения всех сложных случаев и дальнейшей выработки тактики лечения, и уже объяснение пациенту, куда ему двигаться дальше, по какому направлению. То есть проблема эта вам известна? Известна. Эта проблема на самом деле существует, и здесь я полностью согласен со зрителем, когда они зачастую не знают, куда им двигаться, и они начинают искать сами пути решения. Этого быть не должно. У каждого пациента должен быть уже вектор. После каждого этапа лечения он должен понимать, знать, куда он движется. 202-11-22. Это телефон для звонков в нашу студию. У нас сегодня Андрей Орлов, главный врач самарского онкодиспансера. А мы сейчас давайте вместе с вами посмотрим сюжет и будем дальше говорить о том, как идет в нашем регионе борьба с онкозаболеваниями. Владимир Лемешко взял за правило ежегодно проходить обследование внутренних органов. Говорит, в его возрасте всякое может быть. Во время последней диагностики у него выявили доброкачественную опухоль толстой кишки. Врачи провели операцию. Новое оборудование позволило ее сделать за 20 минут. Я здесь 30-го года. Вчера мы сделали операцию. Сейчас инвестиционный период. Говорят, что я неделю где-то домой. Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстой кишки. Сейчас на лидирующих позициях. При этом в последний раз поступление нового оборудования в отделение эндоскопии было 6 лет назад. Сейчас выявить и показать рак органов пищеварения на ранней стадии станет проще. Один из обновленных медицинских аппаратов – видеоколоноскоп. Он позволяет осмотреть толстую кишку с четкой картинкой, которая выводится на экран. Тем самым повышается точность процесса диагностики заболеваний. Кроме того, увеличивается ежедневное количество обследуемых пациентов и сокращается время ожидания в очереди на исследование. Конечно же, мы всегда думаем и мечтаем о том, чтобы происходило какое-то обновление, и вместе с этим идет обновление и вообще класса оборудования, то есть появляется оборудование более высокого уровня экспертного класса. Мы были очень рады, что вообще появился этот национальный проект. Долгожданный подарок медучреждению сделали на средства нацпроекта здравоохранения и регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями. С момента поступления нового медицинского оборудования было проведено уже свыше 30 операций. Поток в отделении эндоскопии большой, в день обследуется до 100 человек. Из них порядка 50 с подозрением на злокачественное или доброкачественное новообразование. Я сейчас хочу сразу дать слово нашему зрителю, который терпеливо ждал во время сюжета, чтобы задать вам вопрос. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы учите направление в дистанцию? Да, но самый главный вопрос. Ситуация такова, что появилось беспокойство, я посетила онколога по блатному слугам. Младший заключение рекомендовал взять направление и пройти обследование условиям диспансера. И дальше уже началось самое интересное. Запись на прием к терапевту только 10 сентября. Это уже проходит 2 недели. Потом могут назначить какие-то обследования в поликлинике. Время идет, у меня маленькие дети, я, конечно же, переживаю. И как же тогда ранее выявление возможности получить направление диспансера? Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Понятно ваше беспокойство, конечно же. Беспокойство на самом деле понятно. Но все скрининговые обследования проводятся в поликлинике по месту жительства. И вы должны пройти их там. Но если вы уже были у онколога, и онколог заподозрил ту или иную патологию, вам поликлиника по месту жительства, ваш врач-терапевт обязан выдать направление по ОМС и для дальнейшего уже диагностики в онкодиспансере. Но минимум обследований проходят в поликлинике по месту жительства. И, наверное, это, в общем-то, оправдано, потому что количество желающих обследоваться у вас, я так подозреваю, что запредельным. Задача онкодиспансера уже при подозрении на онкопатологию или при установленном диагнозе рак провести всю уточняющую диагностику и дальше уже определить тактику лечения. И не случайно, опять-таки, если мы возвращаемся к программе, идет открытие центров амбулаторно-онкологической помощи. Именно их задача провести всю первичную диагностику, заподозрить патологию ее диагностировать и уже на следующем этапе отправить в онкодиспансер просто для уточнения степени распространения процесса и выработки плана дальнейшего лечения с целью именно сокращения очередности, которая, увы, на сегодняшний день существует. И мы об этом знаем, и мы об этом говорим. И поэтому мы планируем открытие подобных центров. У нас в прошлом году был открыт первый центр амбулаторно-онкологической помощи на базе городской больницы номер 8 города Самары. И он дал свои плоды. У нас там есть возможность проводить исследования на оборудование экспертного класса, видеогастроскопию, видеоколоноскопию, то есть исследовать желудок, толстый кишечник, возможность проведения УЗИ с биопсией, возможность проведения маммографии. И именно обследование на данном оборудовании, которое проходит под контролем специалистов онкоцентра. У нас если есть подозрения при проведении маммографии, то врачи напрямую по сети отправляют данные в онкоцентр, и наши доктора пересматривают и подтверждают или исключают этот диагноз. Это позволяет значительно сократить сроки обследования и начала лечения. Мы укладываемся в те рекомендуемые сроки, то есть в течение двух недель мы можем уже поставить диагноз, а соответственно через две недели начать лечить. К вам есть вопрос от зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а существует ли у вас такое обследование на все виды рака сразу? Ну то есть, чтобы один раз прийти и сразу на все виды рака дать какой-то анализ. Возможно ли это у вас делать? Добрый вечер. Такого не существует. Вот жаль. Нигде в мире для каждой локализации существует свой перечень необходимых обследований. Я уже начал в начале передачи говорить. Рак молочной железы, маммография, единственный доступный общепринятый метод, который используется. Маркеров каких-либо для установки диагноза нет. Есть маркеры только для подтверждения уже установленного диагноза, для оценки степени активности процесса. То есть, сколько же нужно времени, Андрей Евгеньевич, для того, чтобы обследовать полностью весь организм и все локализации? Зачастую и не нужно обследовать весь организм. Для каждого возраста характерна та или иная локализация. Для каждого пациента имеет место наследственный фактор. Начать нужно с анкетирования. В том числе эти анкеты есть на сайте каждой поликлиники по месту жительства. Есть на сайте онкодиспансер. Ответить на вопросы в этой анкете и при возникновении подозрений уже целенаправленно идти и проводить лечение. Бессмысленно проводить полностью диагностику всего тела. Нет безобидных диагностик. Если мы говорим о рентгеновских исследованиях маммографии, это тоже лучевая нагрузка. Поэтому она должна быть именно по жестким требованиям, по жестким показаниям. Любое исследование после себя должно иметь какие-либо дальнейшие действия. Или же мы успокаиваемся, или же мы начинаем двигаться дальше и проводить уже ту или иную терапию. Поэтому не всегда нужно проводить абсолютно всего организма. Вы сейчас заговорили о центрах амбулаторной, онкологической помощи. Один уже открыт, но этого же мало. Этого мало. Всего планируется открыть 12. По области? По области. В этом году будет открыто еще три центра. Как я уже сказал, один в Сызрани. Один в городе Тольятти на базе третьей городской поликлиники клинической. И еще один в Самаре на базе городской больницы номер 4. Поэтому постепенно каждый год у нас до программы рассчитана пока на сегодняшний день. Но мы надеемся о ее продлении и продолжении уже. Работы по этому поводу в этом направлении ведутся. Но до 2022 года, то есть не до 2024, как рассчитана программа, а до 2022 года планируется открыть подобные центры. И тогда будет перераспределяться и нагрузка с онкодиспансера, тем самым уменьшив очередность, которая существует. И тем самым будет повышаться и качество проводимой диагностики на местах. Потому что эти центры оснащаются, во-первых, оборудованием экспертного класса. Во-вторых, они концентрируются все в одном медицинском учреждении, где есть определенный поток пациентов, где есть определенная нагрузка, соответственно, будет повышать квалификацию кадров. И, как я уже сказал, мы все будем замкнуты в единую информационную сеть. И онкодиспансер сможет пересматривать те изображения, которые получают в той или иной медицинской организации, где расположен центр ЦАОП, так называемый. И тогда уже подтверждать или исключать диагноз. Это тоже, в свою очередь, носит именно образовательный характер. Но ведь это ваши же специалисты, я правильно понимаю? Как у вас хватит на все силы, на все 12? Это не наши специалисты. То есть в этих центрах будут работать врачи-онкологи. Они уже работают. Это врачи, кто работал в первичном звене. Да, часть онкологов переходит и из онкодиспансера в том числе. Но еще одно из мероприятий – это подготовка кадров. У нас сформирована полностью дорожная карта. И, слава богу, мы ее пока соблюдаем. У нас в прошлом году мы выпустили 13 клинических ординаторов по онкологии. В этом году выпустили 11. И часть из них остается в диспансере. Часть уходит в Тольятти. Часть идет работать именно в Центре амбулаторно-онкологической помощи. Мы уже на сегодняшний день знаем, рассчитали потребность кадров, необходимых для работы в том или ином центре. И, слава богу, у нас есть наш родной Самарский государственный медицинский университет. У нас есть кафедра онкологии, которая готовит нам ординаторов на нашей же базе. Соответственно, ребята все обучаются не только онкологической специальности, но и принципам взаимодействия с онкодиспансером. Соответственно, нам легче будет выстраивать работу, легче будет ее подлаживать. Мы сейчас смотрели сюжет, увидели шикарное современное оборудование, на котором вы работаете. Вот этот парк оборудования, он как пополняется? Постоянно? Или есть какие-то этапы? Опять благодаря программе мы сформировали весь перечень обновления необходимого оборудования, которое требует уже замены. С одной стороны, оборудование устаревает физически, и мы это прекрасно понимаем. Нагрузка на аппараты колоссальная. С другой стороны, мы понимаем, что мир движется вперед. Нам необходимо Самарскую область. Может гордиться своим онкодиспансером, который в свое время был спроектирован и построен. Нам подняли высокую планку, поэтому мы должны ее продолжать достигать и поднимать еще выше. Поэтому мы обновляем еще и оборудование с той позицией, чтобы оно было современным и соответствовало всем стандартам. Вот по прошлому году у нас по программе было запланировано приобретение 89 единиц на область, а приобретали мы и в Самару, и в Тольятти в рамках общей программы, приобрели за счет экономии 122 единицы оборудования. Это не только диагностическое оборудование. Мы и меняли операционный блок, и аппараты искусственной вентиляции, легкие мониторы и так далее. Но вот для примера скажу, то есть у нас поступило 4 аппарата УЗИН. Поступили они в конце прошлого года, где-то в октябре месяце. На сегодняшний день на 4 аппаратах проведено уже обследование 32 тысячи пациентов. Это только на 4 аппаратах УЗИ. 32 тысячи? 32 тысячи. Два маммографа поступило. То есть обследовано свыше 5,5 тысяч женщин. Один аппарат КТ обследовано свыше 4,5 тысяч. То есть аппарат не выключается? Аппарат не выключается. Мы работаем с 8 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу и с 8 утра до 16.00 в субботу. Скажите, пожалуйста, почему нельзя было за уже не знаю сколько последних лет разработать вакцину от рака? От всего ведь разрабатывается вакцина. Нет эликсира бессмертия. Ее разрабатывают уже не одно столетие, не одно тысячелетие. Рак – это одна из тех серьезных, грозных патологий, которые, увы, обрывают нашу бренную жизнь. Но я еще раз говорю, на сегодняшний день разработаны лекарства, которые позволяют продлить эту жизнь. У нас есть пациенты, которые с распространенным раком, с метастатическим раком, живут более 5-6. И есть пациентка, которая живет уже 10 лет с метастатическим раком молочной железы. На сегодняшний день рак – это хроническое заболевание, которое можно взять под контроль и продолжать свое лечение. Мы сегодня в эфире услышали, что пациент уже на протяжении 5 лет проходит лечение. И на протяжении 5 лет счастья для него, для его близких, он продолжает жить, несмотря на все трудности, с которыми он сталкивается. А мы прекрасно понимаем, что постоянно обращаться к врачам – это на самом деле и физически, и морально, психологически. Это очень сложно, это очень тяжело. Это испытание и для пациента, и для его близких. Но тем не менее, благодаря той современной терапии люди живут. Вот тоже можно о цифрах, если мы будем говорить, что дала нам на сегодняшний день программа. У нас свыше 61% пациентов уже на сегодняшний день выявляется на первой стадии. По стране эта цифра где-то порядка 59%. У нас увеличилась доля людей, живущих более 5 лет. Нет, если мы говорили 12, 13, 14 года у нас это составляло порядка 51,3%, то вот за последние 2 года у нас эта цифра на 2% увеличилась. У нас свыше 54%. Более 5 лет после диагностики. Переживают после начала лечения. То есть люди переживают этот рубеж. То есть это один из основных наших показателей, который говорит о качестве лечения. У нас значительно снижается доля одногодичной летальности. То есть это тот показатель, который свидетельствует как о поздней диагностике, о запущенности процесса, так и о качестве проводимого лечения. То есть то, что я уже сказал, люди даже в запущенных стадиях, мы не можем их излечить, увы. И это мы всегда об этом говорим. Когда рак на 3-4 стадии, его невозможно вылечить. Его возможно взять под контроль и с ним жить, получая терапию. Андрей Евгеньевич, удачи вам, вашему коллективу в работе, потому что ваша работа нам очень-очень нужна. Спасибо, что подежурили на нашем студийном телефоне. Спасибо. Увидимся ровно через неделю в программе «Звоните доктору». Редактор субтитров А.Семкин